Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прятко, и я практикующий ветеринарный врач. И сегодня мы с моим коллегой Анатолием Петруком поделимся своим опытом решения проблемы нахождения микотоксинов в кормах. Сейчас мы находимся на одном из предприятий, где с нарушением технологий был заготовлен кукурузный силос и кукурузная паста. В результате этого корма были обширно поражены плесенью, что не могло не сказаться на здоровье коров и на качестве молока. Как только корм начал попадать в больших количествах в рацион к коровам, из завода, который закупает молоко, начали приходить претензии об нахождении антибиотика пенициллинового ряда в молоке. Хотя молоко от коров, которые колются антибиотиками, доится отдельно в бачке и утилизируется. Для того, чтобы подтвердить предположение, что именно этот корм стал причиной нахождения антибиотика в молоке, мы решили отобрать корм и отправить его в лабораторию. Что касается здоровья коров, то хочется отметить, что после того, как в большом количестве начали скармливать корм с плесенью, увеличилось количество маститов, как субклинических, так и клинических. А также важно отметить, что увеличилось количество диареи именно у взрослых животных, у взрослых коров и особенно у первотелок. Диареи, которые тяжело поддавались традиционному лечению, в том числе с применением антибиотиков. Из лаборатории мы получили результат, что в принципе подтвердило наше предположение и были обнаружены микотоксины. Чтобы защитить животных, мы приняли решение использовать, срочно использовать ацербент микотоксинов и решили использовать препарат Кормосан. В состав Кормосана входит клиноптилолит, каолин, магния сульфат, цербиновая кислота и дрожжи сухие и инактивированные из штамма сахаромицы с цервизы. В ЖКТ животных ацербируют большое количество наиболее распространенных в кормах микотоксинов, тем самым препятствуя их всасыванию и обеспечивая выведение с организма скалом. Содержащиеся в дрожжах биологически активные вещества в сочетании с селеном замедляют процессы окисления и снижают токсическое воздействие на организм остатков несвязанных микотоксинов. Препарат смешивали вместе с комбикормом и другими компонентами в миксере и раздавали в составе полно смешанного рациона. Из расчета полтора килограмма на тонну корма. Конечно же приняли меры, потому чтобы такой корм, пораженный плесенью, не попадал в рацион животных. Его начали отбирать в тех местах, где он визуально поражен. Но вы прекрасно понимаете, что микотоксины проникают намного глубже, чем мы видим сам очаг плесени. То есть от очага плесени они могут проникать даже до метра и даже до полутора метра по некоторым данным. Уже спустя три дня после начала применения кормосана антибиотиков в молоке уже не выявлял завод. И это было большим уже достижением. Далее мы отметили, что на протяжении следующих недель снизилось количество клинических прежде всего, а потом и субклинических маститов и конечно же количество случаев диареи. Получив позитивный результат, кормосан решили оставить в составе рациона до нового урожая. Так как корма еще большой запас и до нового урожая кукурузного силоса, а также кукурузной пасты остается много времени. Поэтому решили больше уже не рисковать и на постоянной основе применять кормосан. Друзья, будьте внимательны к технологическим моментам заготовки кормов. Конечно, прежде всего это касается и агрономов, и биотехнологов или зоотехников. Но также ветеринары не должны стоять в стороне, должны тоже принимать участие, вникать в заготовку, чтобы не было таких грубых нарушений, приводящих к таким плачевным результатам поражения такого большого количества объема корма. Мало того, что это падение молочной продуктивности и деньги на ветер, потраченные на заготовку этого корма, также это болезни и выбраковка молока молокозаводами. Друзья, но если по каким-то причинам так получилось, и ваша или зерновая группа, или ваши грубые корма поражены плесенью, там есть микотоксины, их есть опасное, угрожающее количество, концентрация. Используйте ацербенты микотоксинов и в частности кармасан. Берегите себя. До свидания.